Шеф спешит на помощь. В новой рубрике подскажу, как правильно выбирать продукты. Сегодня обзор магазинной рыбы. В рыбном отделе обычно разбегаются глаза. Замороженная, охлажденная, красная, белая, речная, морская, с костями и без, с хвостом и без головы. Какую взять? Расскажу, что подойдет именно вам и как выбрать самую свежую и вкусную рыбку. Ну что, друзья, сейчас я вам помогу немножко разобраться в рыбьем мире, потому что для многих это темный лес. Я вам покажу несколько важных нюансов, немножко расскажу, чтобы вы чуть-чуть ориентировались, как правильно выбрать рыбу и как в ней разобраться. Погнали! Какую рыбу продают в магазине? Рыба бывает трех видов. Живая, бывает охлажденная, а бывает замороженная. В основном в России, вне сезона, например, мы видим рыбу, которая размороженная. То есть рыба промысловая, которую ловят в океанах, на больших кораблях, прямо там замораживают, а потом поставляют на рынки и в магазины. Эту рыбу правильно размораживают, и в этой рыбе нет ничего плохого. Она отличного качества, потому что она прямо из океана, из морей. Ее заморозили, а потом разморозили. Как отличить охлажденную рыбу от замороженной? Вот эта рыба охлажденная. Видите, треска. Ее доставили в незамороженном виде, разделали на филе, и вот она лежит. Красивое, блестящее мясо плотное. А рядом лежит рыба, которая подверглась разморозке. С нее, видите, стекает водичка, и мясо немножко становится рыхлое. Это самый главный показатель. Большинство рыбы в России именно в таком виде. Что насчет заграничной рыбы? Часто привозят экзотическую рыбу из Индийского океана или откуда-то с южных регионов. Марлин или тунец. Такой рыбы в России никогда не было и, скорее всего, не будет. Эта рыба тоже поступает в замороженном виде, потом ее правильно дефростирует. Она охлаждается, и получается вот такая вот рыба, которую можно купить. Теперь заглянем рыбе в глаза. Глаза должны быть не впалые, не темные, не мутные, а именно вот такие вот яркие, свежие и красивые, как сейчас. Как выбирать рыбу по жабрам? Видите, какие розовые красивые жабры? Это говорит о том, что рыба свежачок, ее только привезли, можно ее смело брать и готовить. Она будет лучше и в свежем виде. Чем темнее жабры, красные, серые, это говорит о том, что рыба уже полежала, и, соответственно, она не очень свежая. А сейчас будем щупать. Нажимаем на рыбу, видите, вмятинка, убираем палец, и она быстро восстанавливается. Это говорит о том, что рыба свежая, хорошая, мясо у нее плотное. Иногда можно купить даже замороженную рыбу, самим ее правильно разморозить и приготовить, потому что вот эта рыба охлажденная, она может быть, знаете, разморожена, потом еще раз заморожена, а потом еще раз разморожена, и вы никогда об этом, в общем-то, не узнаете. А при двойной заморозке у рыбы теряется качество. Поэтому иногда в таком случае неплохо просто купить замороженную рыбу, самим ее аккуратненько разморозить, а потом приготовить. Важный момент. Если вы покупаете рыбу размороженную, то уже никогда ее не замораживайте, иначе она теряет свои качества и уже становится невкусной. Сейчас разберемся в морской, речной и озерной рыбке. Морская рыба, она всегда более такая деликатная, легкая. А озерная и речная рыба, в ней всегда больше костей, она более такого насыщенного, конкретного вкуса, и всегда нужно добавлять какие-то специи, чеснок, лук и покрывать чем-то таким ярким, чтобы этот вкус чаще всего перебивать и одновременно дополнять. Как выбрать лосось? В основном лосось весь привозят к нам с Фарерских островов. Но совсем недавно такой лосось стали производить в России. Вот есть мурманский. Он немного дешевле. Это рыба, которая выращивается специальным образом в холодной воде, в проточной воде. Ее там подкармливают, выращивают. И за счет этого, кстати, обратите внимание, у этой рыбы есть разный цвет. Цвет можно варьировать. Когда ты приходишь заказывать эту рыбу тоннами на производстве, то у тебя есть графа с разным оттенком цвета, и ты можешь заказать любой цвет, либо краснее, либо менее красный и так далее, тем самым заказать рыбу, какая тебе нравится. Вот такое чудо природы. На самом деле нет разницы, светлее рыба или темнее рыба, потому что это добивается исключительно кормлением. И в зависимости от цвета ценность никак не меняется. Каждый выбирает кусок рыбы для своего способа приготовления. Если вы хотите приготовить стейк, то вот уже рыба есть специально нарезанная для вас. Если вы хотите целиком запечь в духовке, например, половину филе, я так часто делаю, то можете купить вот такую вот филешку, соль, перец в духовочку, и у вас через 15 минут шикарная рыба готова. Почему цена на одинаковый лосось разная? В основном цена такой рыбы зависит от того, сколько у тебя кожи, костей и самого мяса. Самый простой и доступный вариант – купить рыбу целиком с головой, потому что там есть кости, есть кожа, это все надо удалять. Если вы ее умеете разделывать, так купите такую, это будет самый экономный вариант. Еще более доступная и не менее вкусная красная рыба – это форель. Основное отличие лосося от форели – это то, что мы все привыкли, что форель всегда меньше размером. Просто лосось – это всегда вот что-то такое крупное, большое, и так привыкли называть. А форель – это может быть рыбка поменьше, либо вообще вот такая вот рыбка, смотрите, вот, это тоже форель. Вот такая рыбка никогда не будет называться лососем, она маленькая и гораздо дешевле, чем лосось. Форель – наша рыба, русская. Часто ее выращивают в Карелии. Я был на этих фермах, видел, там проточная вода, и отличие вот карельской, например, форели от другой форели, потому что много разных хозяйств, эта рыба неприхотливая, хорошо растет, много разных ферм, но у нее есть отличительная особенность. Если форель выращивается не в проточной воде, у нее всегда тинный вкус. Тинный вкус – это не круто для рыбы. А вот, например, карельская форель, она не обладает тинным вкусом, потому что там проточная холодная вода, и форелька всегда вот такая свежая, красивая, яркая. Очень популярны сибас и дорада. Я уверен, что вам всем эти названия хорошо известны. Чаще всего ее везут из Турции. В чем ее отличительная особенность? Она морская. В ней очень вкусное, деликатное мясо, мало костей, ее удобно готовить и легко есть. Бывают разные размеры. Чем больше рыба, тем, соответственно, она дороже стоит. Дорада, она всегда такая кругленькая, чем-то похожа на пиранию, а сибас, он всегда вытянутый. Особой разницы в мясе этой рыбы нету. Они примерно одинаковые на вкус. Теперь о более дешевой рыбе. Можно взять треску. Треска всегда дешевле. Можно взять пангасиус. Пангасиус еще дешевле в два раза. Можно обратить внимание на такие рыбы, как кунжа, галец и даже мурманская камбала. Карп – это классика. Обязательно карп, он немножко тинный, но очень жирный и вкусный. Карп нужно насытить специями. Обязательно в составе блюда должен быть чеснок, лук, какая-нибудь сметана и набор специй. Классно просто карпа запечь в духовке. Можно его натереть специями, покрыть небольшим слоем сметаны, отправить в духовку на нормальную большую температуру, чтобы он подпекся. Это там будет вкусно и классно. Ну и чаще всего делают вот такие вот суповые наборы, куда входит голова, плавники и все остальное. Это идеальный набор для того, чтобы приготовить хороший, насыщенный рыбный бульон. Не надо тратить много денег, а качество, жирность и все остальное в бульоне вы получите. Если вы не умеете возиться с рыбой и косточки для вас проблема, то старайтесь выбирать филе. Для меня идеальный вариант треска. Треска нейтрального вкуса, очень хорошее насыщенное мясо при жарке, она часто держит форму и не разваливается. И ее можно приготовить в абсолютно любом рецепте по разной технологии. То есть можно и специями делать, а можно сделать в легком, каком-нибудь средисемноморском стиле. А где покупать рыбу? Рынок или супермаркет? Рыбу можно купить и в магазине, и на рынке. Но может быть и магазин плохой и хороший, а может и рынок быть хороший и плохой. Поэтому надо просто найти свое место, где вы покупаете рыбу, и она вам там должна нравиться.